Время спортивных известий. Студия Александр Шариков. Здравствуйте. Харьковчанки Екатерина Степанова и Алена Герман завоевали три медали на чемпионате мира по грэплингу, который завершился в Белграде. Не озолотились, но добыли два серебра и бронзу. Степанова стала двукратной вице-чемпионкой мира в разделах ГИ и НОУГИ. Герману достоилась бронзовой награды в борьбе без кимоно. Третье место сборная Украины заняла и в общекомандном зачете в разделе ГИ. Вадим Капустин. Легенда отечественного и харьковского дзюдо. Заслуженный тренер Украины, мастер спорта СССР. Трагически погиб в прошлом году. Друзья, коллеги, ученики Вадима Витальевича организовали и провели в спорткомплексе «Динамо» турнир его памяти. Я с Вадимом Витальевичем учился в спортивном интернате. В 1978 году открыли первое отделение дзюдо. Этот человек был фанат как в спорте, когда мы тренировались, боролись. Человек принципиальный, напористый, любил справедливость. И потом уже в дальнейшем, когда он уже стал тренером, он очень любил своих учеников. И такой он бессеребренник был. Он себя снимет посильнюю рубашку, отдаст ученикам для того, чтобы их повезти на соревнования. Всегда переживал за спорт, за своих учеников. То есть харьковское дзюдо, дзюдо Украины потеряла большого, великого тренера, а я потерял своего друга. Вадим Капустин был одним из ведущих тренеров страны, гуру отечественного дзюдо. Он подготовил немало известных спортсменов, побеждавших и становившихся призерами чемпионатов и Кубков мира, Европы, Всемирных универсиад, национальных перенств. Долгое время возглавлял сборную Харьковской области, был старшим тренером региональной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо Украины». Это человек-легенда. Мы не понимаем и не представляем ли никогда дзюдо «Динамо» без Вадика Капустина. Замечательный был человек, великолепный тренер. Дети его любили, всегда находил контакт. Я считаю, это большая утрата не только для дзюдо, а для всего спорта. Я думаю, что из детей, которые сегодня участвуют на этом турнире, в будущем вырастут помимо чемпионов, еще тренеры, которые в будущем заменят Вадика Капустина. В первом всеукраинском турнире памяти Вадима Капустина участвовали 119 дзюдоистов не старше 11 лет из семи регионов. Они сражались за награды в девяти весовых категориях. Харьковчане выиграли семь финалов. Победный хитрик на «Динамовских татами» сделали борцы из детско-юношеской спортивной школы номер два. Это Никита Пономарев, Андрей Варченко и Ярослав Басов. Александр Киберев и Ростислав Секерин принесли золото клубу «Прайд» Александра Власюк и Кирилл Савченко, соответственно, спортивному клубу «Слобожанец» и «Седьмой ДСШ». Из иногородних участников сильнее проявили себя воспитанники киевского клуба «Юный Спартаковец», выигравшие два финальных поединка. Для ребят этого возраста, я считаю, прежде всего необходимо почувствовать сам дух соревнований, перебороть себя психологически, потому что в этом возрасте, 11-й год, им по 10 лет, им важно просто выйти и бороться начать. То есть здесь он может быть очень техничный, он может быть очень сильный, но он может перегореть психологически, выиграть и проиграть. И вот этот барьер, он очень важен для того, чтобы преодолеть свой какой-то страх, какие-то эмоции, психологически себя правильно настроить, выйти и победить. Если в будущем кто-то из юных дзюдоистов, участников первого мемориала Вадима Капустина добьется больших успехов, легендарный тренер наверняка порадуется этому откуда-то сверху. Он знает цену спортивным победам. В 16-м туре чемпионата Украины по футболу во второй лиге Волчан встречался с единоличным лидером группы «Б» Металлургом на его территории в Запорожье. Первую половину команды разыграли как два гроссмейстера, имеющих примерно одинаковый рейтинг. Собранности, осмотрительности, организации наступательных и оборонительных действий они друг другу не уступали. В середине второго тайма гроссмейстерский вариант оживил пенальти, которым арбитр наказал хозяев на 68-й минуте. 11-метровый приговор в исполнение привел форвард Волков Леон Гладковский. Дальнейшее событие можно было легко спрогнозировать. Металлурги побежали отыгрываться и на 79-й минуте Владислав Борисенко забил ответный мяч. В оставшееся до финального свистка время общая ситуация не изменилась. Ничья 1-1. Сегодня мы опять же немного расстроены, что не довели дело до победы. Все было в наших руках, и игра давалась. И опять же, даже пропустив гол, мы нашли в себе силы, создали два момента очень хорошие, где должны были сегодня забивать и выигрывать эту игру. В турнирной таблице Волчанск находится на седьмом месте. В активе дебютанта второй лиги 23 очка. В перенесенном матче седьмого тура футбольного чемпионата Украины в женской высшей лиге «Жилстрой-1» сокрушил Ладомир из Владимира Волынского. В первом тайме харьковчанки отправили в ворота хозяев четыре мяча. Ольга Бойченко сделала дубль. По одному разу отличились Анна Воронина и Любовь Шматко. На 60-й минуте Юлия Шевчук установила окончательный счет 5-0. Набрав в восьми играх 21 очко, действующий чемпион поднялся в турнирной таблице о рангах на второе место. «Жилстрой-2» имеет 27 баллов после девяти матчей. Итоги бадминтонной осени подведет Алексей Заржицкий, но сначала велоспорт. Даниил Кириченко доминировал на юношеском чемпионате Украины по велоспорту на треке во Львове. 16-летний воспитанник Сергея Телицына и Мария Зарванская выиграл спринт «Керингит» на 500 метров с места и командный спринт в составе объединенной сборной. Дмитрий Радченко одержал победу в спринте среди младших юношей. Еще одно золото харьковской сборной принесли Алиса Васильева и София Ковтун, которым не было равных в командном спринте вместе с велосипедистками из Киева и Львова. Также на счету харьковских трековиков пять серебряных и одна бронзовая награды. Всего в юношеском чемпионате страны участвовали 101 спортсмен из 11 областей. На 15-м международном турнире по бадминтону «Слобожанская осень» среди ветеранов и любителей, который собрал в спортивном комплексе НТУ ХПИ более 100 участников из Молдовы, Индии, Катора и 14 областей Украины, харьковчане одержали 10 побед. Два парных трофея выиграл один из организаторов соревнований президент харьковского бадминтонного спортивного клуба Евгений Позняков. В возрастной категории 40 лет плюс он первенствовал вместе с Александром Охотным из Днепра. В 50 плюс стал победителем с Евгением Харьковским. Напряженным выдался финал в старшей группе. Позняков и Харьковский сломили сопротивление сумчан Сергея Русалкина и Александра Счастного в решающей третьей партии. 18-21, 21-13, 21-9. Мы уже больше 30 лет играем пару вместе. И у нас не то, что с полуслова, мы чувствуем друг друга спиной. Можешь выиграть с максимальным перевесом, надо это использовать. Потому что только ты даешь слабинку, соперник это чувствует, соперник любого уровня. Пусть он даже будет на порядок слабее тебя, но наступает определенный момент, когда он ловит кураж, и ты не знаешь, что с ним делать. То есть надо постоянно быть собранным, надо постоянно быть в тонусе. У многих существует такой стереотип, что бадминтон – это что-то где-то ближе к пляжу. Но мы имеем дело со спортивным бадминтоном. И слово «спорт» здесь ключевое. Как в любом виде спорта, нужно быть готовым к турниру, к тренировкам. И мышцы должны быть в тонусе. В любом случае нужно держать себя в форме. Любители в нынешнем году впервые были разделены не по возрастному критерию, а по уровню мастерства и физической подготовки. В Харьковской команде победно выступили Евгений Мухин, Виталий Березняк, мужской тандем Александр Тишининов, Александр Хорошко, женская пара Ирина Шаповал, Виктория Моторная, а также микс-дуэты, Роман Адаменко, Ксения Коломеец, Евгения Жаркова, а Фридже Шант Индия. Эдуард Буценко и Александр Лукин отличились в одиночных разрядах среди бадминтонистов старше 50 и 60 лет соответственно. Впрочем, для большинства участников турнира важны не только спортивные результаты. Получить в первую очередь удовольствие. Во-вторых, приезжает достаточно много старых друзей, с которыми мы на протяжении последних пяти лет общаемся, играем, встречаемся на различных других соревнованиях. И в-третьих, конечно же, медали. В медальном зачете Слобожанской осени 2021 харьковские бадминтонисты, как и в минувшем году, были вне конкуренции. Второе место заняла команда Днепра, замкнули призовую тройку сумчане. Это все. Спасибо за внимание к спорту. Успехов вам и всегда хороших известий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова